Приветствую всех ценителей культуры. Сегодня о самых ярких и важных событиях прошедшей недели расскажу вам я, музыкант Леонид Жуковский. И начнем, пожалуй, с самого необычного мероприятия, прошедшего в Краевой столице оперного баттла. Итак, если... Я забыл. Если Решка, то команда Даниила. Если Орел, то команда Мария. Итак, друзья, следим внимательно. Орел! Именно с этого начинается оперный баттл, пионером которого стал театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. На этот раз решено было не просто свести в противостоянии оперных певцов, но и режиссеров театра. Итак, в правом углу ринга команда Марии Тихоновой. Мария Тихонова с отличием окончила Государственную академию имени Гнесиных и ГИТИС. Выступила режиссером-постановщиком и продюсером в Латвии на фестивалях Артисима и Саммертайм. Автор и режиссер нескольких концертных программ в Красноярском театре оперы и балета. Выступала режиссером-постановщиком мюзикла «Алиса в стране чудес» в учебном театре Бориса Щукина. В левом углу Даниил Дмитриев и его подопечные. Даниил Дмитриев окончил дирижерский хоровой факультет Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова, факультет музыкального театра ГИТИСа. Режиссер-постановщик спектаклей в театрах «Придворная опера», театре под руководством Армена Джигарханяна и «Лавка чудес». Участник творческой лаборатории молодых оперных режиссеров «Нано-опера». Первый тур – сольный, он же визитка или представление участников. Каждому исполнителю был подобран образ, который выгодно подчеркивал его достоинства и соответствовал характеру. Но более классические партии у оперных певцов в крови, так что сразить зрители решили разными жанрами. Музыка. 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 У нас есть молодые оперные певцы, которые недавно пришли в наш театр, и у нас есть уже такие крефеи, которые выступают уже почти там больше, более пяти лет. И вот у меня команда как раз попалась так, что у меня как раз ребята, которые уже много опытно выступают, и они уже давно участвуют в подобных мероприятиях и участвуют в разных иммерсивных спектаклях, и они довольно опытные в плане смены жанра. А вот у Даниила Дмитриева, у него немножко другая команда. И вот эта вот разноплановость команд, это очень интересно, потому что это на стыке наших вот этих жанров мы с вами встречаемся. И это очень интересный опыт для оперного певца, когда он пробует себя не только в оперном материале, но и в джазе, но и в роке, в чем-то, может быть, какой-то попсе в хорошем смысле этого слова. И это всегда очень волнительно, интересно с ними работать в этом жанре, скажем так, в разных жанрах. На мероприятии не было профессионального жюри. Судьбу команд решали зрители. Выбор под стать мероприятием в официальном аккаунте Instagram оперного театра. Все просто. Участники какой команды нравится, зато и голосуешь. И хотя чаша весов за небольшим преимуществом склонилась в сторону молодых исполнителей, по признанию всех участников и гостей, победила дружба, даже в большей степени оперное искусство во всех своих проявлениях. Опера это не есть что-то такое сложное, тяжелое и непонятное. Это, на самом деле, достаточно доступное искусство. Просто надо хотя бы раз прийти и это послушать. Вот так легко можно объединить популярные сегодня рэп-баттлы и настоящее оперное искусство. Но это не единственное уникальное и необычное музыкальное сочетание. Зачем симфонический оркестр вышел на сцену с поваром? Узнаем прямо сейчас. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кладем на тарелку красное, белое, чередуе, чередуе, красное, белое. Теперь наступает зеленое, теперь наступает зеленое. Базилик, базилик, зеленый базилик. Базилик, базилик, зеленый базилик. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Искушенная европейская публика видела многое. А вот для Красноярска такой концерт в диковинку. Впервые на одной сцене Красноярский академический симфонический оркестр и продукты, из которых главный герой готовит несколько блюд. Салат капрезе, пасту карбонара и десерт панакота. Эта идея пришла мне в голову, потому что я очень много работаю в выборных театрах в мире. И им всегда не хватает одного компонента. Им не хватает небольшой оперы, которая бы могла привлечь внимание всех слоев населения, будем говорить так. Потому что ходят знатоки, ходят те, кто уже любит оперу обычно давно, поэтому очень часто мы видим одни и те же оперы в любой точке земного шара. Мне кажется, что это просто идея, которая носилась в воздухе, соединить музыку и кулинарию. Из удачных опытов я ни одного не знаю, поэтому вот посмотрим, насколько удачный будет этот опыт. И, конечно, очень-очень много на плечах нашего певца Мигунова, который блестяще справляется со своей ролью, блестяще справляется как с готовкой, так и естественно с пением. Имя солиста-повара до самого последнего момента держали в тайне. В итоге им стал Петр Мигунов с 2003 года, работающий в Большом театре, также являющийся солистом государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга. Для него это тоже первый опыт работы в таких условиях, когда думать нужно не только о том, какую же ноту взять, но и какой ингредиент следующий. В театре бывают разные задачи. Буквально режиссеры требуют петь на голове и под куполом цирка и так далее. Ну вот, чтобы готовить такой первый раз. Ну, тут, конечно, опера – это такой условный жанр. Конечно, можно сказать, что это... Ну, настоящее... Мы готовим настоящее блюдо, но больше такая имитация. Потому что, ну, просто можно себя отрезать пальцами, когда смотришь на дирижера в ноты и одновременно еще режешь. С задачей справились все, в том числе и Михаил Крутик, композитор-резидент Красноярского академического симфонического оркестра, который специально создал это произведение. В его основе драматичная история о несчастной любви. Именно ее рассказывает главный герой, попутно орудуя ножами и сковородками. Вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы это было просто такое озвучивание рецептов из кулинарной книги. Хотелось сделать что-то более такое многослойное и интересное. Поэтому я и обратился к Дмитрию Данилову, чтобы он написал либрет. Поскольку это очень интересный такой сложный автор. Выкладываем спогреть на тарелку, Добавляем соус, перемешиваем. Несмотря на то, что мнения публики разошлись, можно сказать, что мировая премьера удалась. И ее будут обсуждать еще долгое время. Вот таким, пожалуй, и запомнился всем Транссибирский арт-фестиваль. Ярким, премьерным, вкусным и музыкальным. Музыка создает невероятные образы, которые рождаются внутри каждого из нас. Но вот как увидеть невидимое? Об этом рассказывают в Красноярском художественном музее, где можно и нужно трогать картины. Одна из известнейших картин Пабло Пикассо занимает свое место на Мольберте. Наряду с работами Сандры Боттичелли, Лукаса Кранаха-старшего, Поля Гогена и других великих художников. Теперь, внимание, самое время начать изучать картины руками. Такие тактильные копии полотен в Красноярск прибыли впервые. Выставка позволяет видеть невидимое тем, кто в этом особо нуждается, незрячим и слабовидящим людям. Особая технология изготовления картин, к тому же, позволяет использовать различную текстуру. Например, если здесь трогать небо, то оно гладкое, а вот листики уже более шершавые. Таким образом, можно лучше понять, что же именно изображено на картине. Такие работы — совместный проект Музея изобразительных искусств имени Пушкина и одного из российских банков. По особой технологии шедевры западноевропейского искусства изготавливали в Испании. Работы уже побывали в нескольких городах. Новой точкой стал наш музей. Такая выставка — еще и отличная возможность проверить, насколько знакомы с мировыми шедеврами наши выкладители краевых учреждений. Но я думаю, что Вадим Сергеевич никаких проблем с этим не будет надевать очки. Все честно. Закройте глаза на всякий случай. Я вас раскручиваю. Подложу картину, вы должны будете угадать, что это за картина. Так, осторожно. Беремся, бегемся. Видите, смелее, смелее, смелее. Останавливайтесь. Все, руки. Ага. Теперь вы можете на ощупь пытаться определить. Можете второго кота входит. С учетом того, что это купол... Может, это просто кружок? Я думаю, все-таки это купол, потому что есть навершие. Я думаю, что это работа из фондов нашего музея, работа Василия Ивановича Сурикова, вид на памятник Петру Первому на Сенатской площади. А это, соответственно, скорее всего, Исаакиевский собор. Это ваше предположение, смелее очки. Ну, действительно, это правильно. Когда мы узнали об этом, о существовании в Российской Федерации такого проекта, мы вышли на наших партнеров и предложили выбрать нас в качестве одной из площадок, куда выставка тактильных работ может приехать. И вот, наконец, в 2018 году эта выставка доехала и в наш музей. Более того, одним из условий этого проекта является изготовление по выбору музея одной из работ, которая впоследствии останется у нас в музее навсегда. И вот мы уже с вами видели, что в нашем случае это работа Василия Ивановича Сурикова. И когда выставка уже покинет наше учреждение, у наших посетителей будет возможность не только увидеть живописный оригинал, но и его тактильную копию. Экспозиция будет работать в Красноярске до 20 мая. Вход на выставку свободный. Говорят, что культура – это знать лучшее, что было высказано и выдумано в мире. Ну а экскурсию по событиям края провела для вас программа «Наша культура». И я ее ведущий Леонид Жуковский. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин